Для меня это достаточно знаковое событие, приехать и встретиться со всеми вами здесь. С кем-то из вас я знаком очень давно, настолько давно, что даже страшно подумать. Слишком давно. Некоторых узнал недавно, но эти встречи мне лишний раз напоминают о том, что Шрила Прабхупада... Мы, конечно, говорим об этом как о красивой поэтической аналогии, метафоре, что вот семья или дом, который построил Шрила Прабхупада, в котором может жить весь мир. Но вот на таких встречах понимаешь, насколько это правда. Что чувство родства, чувство близости, духовное чувство близости, которое Шрила Прабхупада смог принести и которое он смог связать так много преданных, совершенно разных людей, которые никогда бы, наверное, в обычной жизни не пересеклись бы друг с другом. Мы, если пересеклись, то, наверное, разбежались бы скорее, чем встретились с совершенно разными интересами, разными культурными, социальными бэкграундами и совершенно разными направлениями в жизни. Но Шрила Прабхупада смог дать такую общую основу, общую платформу для всех, которая реально остается прочной и сближающей, не кончается, не проходит, как обычно проходят материальные отношения в материальном мире. И более того, с возрастом, с течением времени, скажем так, чтобы страшных слов возраст не употреблять, но с течением времени она становится все более и более прочной. Сам Шрила Прабхупада говорил об этом как о признаке или доказательстве того, что сознание Кришны – совершенно духовная организация. Он даже пишет в четвертой песне Шамадбхага в том, что Господь Кришна сам лично, как параматма в сердце, позволяет преданным испытывать все более и более увеличивающие чувства свежести и новизны от того, что мы делаем в сознании Кришны. Мы обсуждаем одни и те же истории, встречаемся с одними и те же людьми, даже страшно подумать, поем одни и те же слова каждый день и повторяем в течение двух-трех часов, у кого сколько уходит на это времени. Но разница между материальным и духовным мирами в том, что в материальном мире все заведомо сразу наскучивает, безперспективностью своей. Здесь рады перспективам только люди неопытные. Все остальные уже знают, что перспектив особенных нет в материальном мире. И Шрила Прабхупада в одном из писем говорит в знаменитом письме про утопию, что нельзя пытаться строить утопию, даже в обществе преданки стоит ожидать ее, что все здесь будет безоблачно, а здесь безоблачно никогда не будет. В материальном мире всегда будут проблемы. Но в духовном мире, Шрила Прабхупада говорит, преданок всегда оптимистичен. Он или она очень здоровый пессимизм питает по отношению к материальной жизни, поэтому особенно не расстраиваются, когда все кончается как должно. Это здоровый пессимизм. Самый лучший способ излечить болезнь – это предотвратить ее. И болезни в материальном мире, как говорит Прохладный Махараш, возникают. Он говорит, что самая большая проблема или самая большая серьезная причина страдания в материальном мире – это ощущение на счастье. Когда люди складывают ощущение на счастье в материальный мир, и это ощущение или ожидание счастья неизбежно разочаровывает, их возникают проблемы, и преданность за благовременно пессимистичное по отношению к материальной жизни. Но в духовной жизни они оптимистичны. И поэтому необходимо иметь и то, и другое одновременно. И пессимизм здоровый, и оптимизм. Только в этом случае мы сможем быть по-настоящему счастливы, предотвращая нереалистичные ожидания заранее, и, с другой стороны, ожидая по-настоящему ожидаемых и сбывающихся, и сбываемых, осуществимых надежд. И так, Джива Госвами говорит, что преданный в материальном мире, или вообще преданный в любом мире, где бы ни был преданный, там, собственно говоря, материального мира нет как такового, преданные не живут в материальном мире. Он говорит, что преданные у него есть два вида неверия. Обычно преданные должны верить во что-то. В Кришну, который пасёт корову в духовном мире. То, что всё-таки есть этот нектар, который мы уже устали жаждать, сколько можно жаждать нектара. От воспевания своих имен. Кто-то задал вопрос, как можно ощутить вкус повторения святых имен. Но мы должны верить. Иногда бывает верить сложно, продолжать долго. Особенно, если эта вера не прикрепляется ничем конкретным зримым. И поэтому Шрила Дживага с вами говорит, что для того, чтобы эта вера сохранялась в преданных, ее необходимо защищать двумя типами неверия. Есть вещи, в которые мы не должны верить. Хотя очень хочется. И он говорит, что это за два типа веры, неверия вернее. Это то, что преданный не верит в то, что у него у самого или у самой каким-то своими собственными усилиями получится что-то хорошее в материальном мире. Это первый тип неверия. То есть он в материальный мир, его посулы не верят особенно. Это важный тип неверия. И второй, он или она не думает, что у него что-то получится собственным усилием в духовной жизни. Там как бы не хочется в материальном мире. А здесь хочется, но не можется. И два этих типа неверия преданный должен сохранять, чтобы в результате они отсекли две важных иллюзии у человека. Ну, по поводу одной иллюзии в материальном мире мы уже много раз слышим и говорим, и читаем, и слушаем. А второй тип неверия или второй тип иллюзии, который может быть у нас, это что у нас что-то получится своими собственными усилиями в духовной жизни. Кто-то задал вопрос из Матаджи, как научиться повторять святые имена, чтобы испытывать вкус. И самая большая проблема тех, кто пытается испытать вкус, мы должны все к этой категории относиться, заключается в том, что мы пытаемся свой вкус испытать со святых имен. Точно так же, как мы испытываем вкус, когда кладем какой-нибудь манго или другой вкусный плод на язык. Эти вкусовые рецепторы у нас начинают испытывать радость от соприкосновения с манго. Это наш вкус, и мы его по плаву испытываем. И более-то он предсказуем. Вот берешь манго, берешь язык, кладешь одно на другое, получается вкус. Но в духовной жизни оказывается не так, потому что тот вкус, который мы испытываем, и от повторения святых имен, и от вообще духовной жизни в целом, это не наш вкус. И если мы пытаемся сделать его нашим вкусом и наслаждаться им так же, как мы наслаждаемся гастрономическими вкусами от разных вкусных вещей, которые на самом деле даже к просаду это относятся, или к нему в первую очередь. Однажды Шила Бакистанта Сарасвати Токура увидел, как один человек пришел в Гаудимат, ему поставили просад перед ним, и там были рассагулы. Он сидел, наслаждался этим рассагулами, видно на лице его, то есть бенгальцев хлебом не кормить, дай покорми рассагулами. Честно говоря, я не знаю, что у них такого особенного в этих рассагулах. Он сидел и ел с таким наслаждением эти рассагулы, что Шила Бакистанта Сарасвати Токура, увидев на его лице это наслаждение, сказал, кто кем наслаждается, кто кого ест. Ты ешь просад, или просад ест тебя? Из-за этой кажущейся парадоксальной фразы стоит глубокое понимание философии, что в духовном мире, в духовной жизни вкус, который мы испытываем от нее, в принципе не может быть нашим. Это не наш вкус. Если мы испытываем наш вкус от повторения остальных имен, или от поклонения божествам, или от чтения, или слушания лекций, или каких-то других аспектов преданного служения, то мы пропустили настоящий нектар. И тот, который мы сейчас испытываем, так называемый кажущийся вкус, кончится и оставит нас разочарованными. Тот вкус, который мы испытываем в духовной жизни, как Джива Гасамин говорит, и Прабхупада тестирует его слова второй песни Бхагаваттан, он говорит, преданный должен научиться жить счастьем Кришны. Это гораздо более перспективное видение, потому что уж у кого-кого у Кришны точно счастье есть. Называют Акхиларасамрита синду, он океан безбрежное счастье расы. Не просто счастье, не такое стереотипное счастье, которое всегда одинаковое на вкус, как сахар. Сладости какие не ешь, там столько сахара, вот сахар в разных формах. Но счастье, которое испытывает Кришна, это Акхиларасамрита, это огромный океан разных вкусов. Их Рупа Гасвами разделил условно на 5 основных и 7 второстепенных. Это как 5 основных компонентов, например, просада. Раньше, правда, у нас были в начале, вот Матажи Парвати помнит, в начале 90-х у нас было 3 основных компонента просада. Это картошка, морковка и капуста. И как из треугун материальной природы повара лепили из них самые разные блюда, и сладкие, и солёные, и сметану. Ну, сметана – это уже сутшу-досатва, наверное. Это уже нектар, которому всегда жаждет. Панира. Но это вообще по редким праздникам. Ну, вот 5 вкусов основных. И к ним добавляет опытный повар специй. И сочетание 5 основных и 7 дополнительных вкусов возникает целый спектр палитры, бесконечной палитры разных вкусов, блюд. И Господь Кришна такой. У Него раса есть для каждого и каждого из преданных. И Он наслаждается ими. Океан Акила, Раса, Мита, Синду. И когда преданный подключается к этому океану расы, каким образом? Желаю порадовать Кришну. Вот таким образом. Это называется бхактией. Шиларупа Гасаме и дает такое определение бхактии, как желание жить счастьем Кришны. Это главное качество бхактии. Если этого качества нет, тогда бхактии даже не началось еще. Потом уже, начавшись, можно обсуждать, начав заниматься процессом преданных служб, можно обсуждать чистоту бхактии, чистая она или не чистая. Есть различные степени, градации чистоты бхактии. Но если этого элемента нет, то о чистоте, в принципе, говорить не обоснованно. Нет, не о чем говорить. Поэтому вначале вот это, желание порадовать Кришну. Потом мы работаем над мотивами. Аня Белаши, это шуням, гяна карма динаври. Тогда это чистая бхактия может принести огромное счастье. Нам потому что доставляет наслаждение Кришне. Как же, как мы не хотим наслаждаться или испытывать счастье от чего-то, или в принципе не можем испытывать счастье от чего-то нечистого. Шрила Праупада, или кто-то из его учеников, по-моему, приводил пример с песком, сладким рисом и песком. Сладкий рис, очень вкусное блюдо. И мы пытаемся наслаждаться им, но в него подмешали песок. Не сахарный, просто обычный песок, кварцевый. И мы пытаемся наслаждаться. Я тут недавно, у меня один преданый хлебом угостил. Органический хлеб, только рожь и финики. Ничего больше. Вот такая буханка красивая. Ложила, я ем, и там эти песчинки на языке, на зубах хрустят. Сразу теряется наслаждение или желание наслаждаться этим. И там смогут заверять, что это очень чистый песок, стерильный. Мы его прокалили, промыли и все такое. Но он не должен там быть. И точно так же то бхакти, которое мы предлагаем Кришне, должно быть чистым от этих сторонних мотивов, которые как песок на зубах хрустят у Кришны. На зубах. Предлагаем это с какими-то собственными желаниями. Но, по крайней мере, вкус чувствуется. Если есть желание порадовать Кришну, пусть даже с какими-то корыстными мотивами, Кришна может почувствовать вкус. Он не сможет этим наслаждаться. Так вот, Шеладжива Гасами говорит в этой фразе, что преданный должен научиться, баджанея парама пуруша сука матра сва сука, должен научиться жить счастьем Кришны. Вот это главный залог того, чтобы все аспекты преданного служения оборачивались для нас счастьем. Уже не нашим счастьем. Потому что счастье, которое испытывает Кришна от нашего служения, желание порадовать Его или Его преданных. Поэтому Шилапруппады вслед за рупой Гасами переводят «Анукулена Кришна, анушиланам» означает не только преданных, не только Кришну, но и преданных Кришны. «Анушиланам». Более того, Господь Кришна говорит, что радовать моих преданных еще более важно, чем радовать меня. Я радуюсь этому с большей легкостью. Если у вас нет денег, например, чтобы сделать дорогой подарок хозяину дома на его день рождения или на ее день рождения, то вы можете подарить какой-нибудь приятный подарок за долю этих денег их сыну или дочери, маленькому сыну или дочери. Если сыну или дочери понравится, это какая-то игрушка или какая-то сладость или что-то еще совершенно бросовое, можно сказать. Но если ему это понравится, то вы порадуете хозяев. Или, как Парупада приводил пример собакой, еще более простой пример. Если вы выдаете собаке что-то, и собака веряет хвостом и радуется, улыбается, то хозяин доволен. Хотя он сам никогда в жизни не съест того, что вы дали только что собаке ему. Точно так же и Кришна. Пусть удовлетворить Кришну очень сложно, там большая конкуренция, и Кришна очень разборчив в том, что ему дают. Он очень привередливый, Кришна. Поскольку Аскила Расамрита Синду, он настоящий гурман, или как это называется, в Аканесуре, да, на английском языке. Более того, иногда, как вы недавно вспоминали с преданными, потрясающая деталь личности Кришны, которая как-то открыла мне целый пласт. Причем не то, что в духовном мире, там понятно, мы до него еще, может быть, но я точно не дорос, чтобы там мне какие-то пласты открывались. Но стало понятно, почему иногда в нашем преданном служении возникает проблема на ровном месте, когда Гопа Кумар возвернулся обратно в духовный мир, в Галоку Вриндавану, и Кришна встретил его. Есть замечательная картина, которую нарисовал один потрясающий художник, Шарма, фактически написанная с этих описаний, с брихат-бхагаватамриты, как Гопа Кумар обнимается с Кришной, и вокруг стоят друзья Кришны с одной стороны, его подруги с другой стороны, они посередине, и видно, что Кришна испытывает огромное счастье от того, что крепко обнимает Гопу Кумару. И рассказывает Санатана Гасвами в брихат-бхагаватамрите, что когда это произошло, Гопа Кумар пришел туда вначале, и все стояли во Вриндаване, замерзшие в ожидании того, что Кришна вернется. И когда на горизонте показалось это облако пыли, подсвечиваемое звуками, свечиваемое с сиянием Кришны изнутри, с синими сполохами, и постепенно это облик стало приближаться, облако пыли, поднятые копытами коров, оно стало приближаться, и потом стали доноситься звуки. Вначале, как Санатана Гасвами описывает, он очень подробно описывает, как постепенно, по мере приближения Кришны, эти звуки стали все больше и больше детализироваться. Вначале просто было слышно общую мелодию приятную, когда мы, может быть, не слышим точно, кто поет и что поет, или что играет, но слышно какой-то ритм, басы доносятся обычно издалека, какие-то такие приятные басы. Вот слышно такая мелодия общая. Потом, когда Кришна чуть ближе приближается, ближе подходит, то начинает слышно отчетливо уже сама мелодию, ритм ритмический, а потом, когда он подходит совсем близко, становится слышно все эти нюансы музыки, которые Кришна использует, называются фаршлаги, трели и прочие синкопы, и прочие музыкальные орнаменты, которые Кришна использует в своей музыке, в игре на флейте. И как эта флейта, она пленяет умы всех жителей Вриндавана, те, кто стоят и начинают бежать. И гопи бегут к Кришне, говоря друг другу, он, он идет, он, они даже по имени его не называют. Только его этим словом он они называют, видимо, в Вриндаване. Все слова указывают на него. Живут ради него, думают о нем, говорят о нем, и слова только для него используют, смотрят только на него. И когда Кришна исчезает, то смотреть не на что, говорить не о чем, думать не о чем, и все, жизнь замирает на это время. И гопи становятся, как нарисованные картины на холсте. И вот когда он появляется, они бегут туда с тремглав, неся с собой все их подношения, которые они приготовили, ждали. И рассказывается, что даже молоко течет у женщин от любви к Кришне. Даже у пожилых, у всех, навстречу Кришне с таким, такой любовью они бегут. И навстречу идет Кришна со всем этим станом коров. И когда он подходит, Господь Кришна приближается, как мы говорили, все замирает во Вриндаване, вода ему не замирает. Птицы, которые обычно не поседливают. Мы живем на опушке леса, на ферме, и там все время птицы. Они не сидят ни минуты спокойно, все время двигаются. Из страха. Особенно буштерки, как их называют, дикие индейки. Ее кормишь, она все время смотрит направо, налево, в разные стороны. Не могут сидеть спокойно на месте. Но когда Кришна появляется, играет на флейте, то эти же сами звуки флейты, которые пленяют сердца гопи, заставляют их бежать навстречу Кришне, они же погружают в гипноз, в оцепенение всех подвижных и непоседливых живых существ Вриндавана. И даже водоиммуны, которые постоянно журчат и струятся, они застывают, как замороженные. И Гопа Камара говорит, что я не мог понять, эти звуки, они причиняют боль или радость, они холодны или горячи, они нектар или яд. Невозможно было понять, но оторвать слух от них было невозможно. Вот такие звуки. Но когда вся эта компания Кришны с коровами, и коровы эти пыль поднимают, которые описывают кришнадарский вираж Гасами в читании Чиритамрити, особая тьма, которая закрывает Кришну от глаз недостойных людей. Почему в ведах невозможно видеть Кришну? Ведеши Дурлабама, Дурлабама, Атма, Бакта, почему говорится? Потому что его скрывают два типа тьмы. Один тип тьмы – это ночь, темную ночь, освещаемая только луной, но она очень темная, так чтобы никто не мог подглядеть игры Кришны с гопи ночью. А вторая – это пыль, которую поднимают коровы своими копытами, чтобы закрыть его от взоров недостойных людей. Так вот, когда эта пыль приходит с Кришны в центре, и стоят или бегут гопи Кришне навстречу, и когда встреча происходит, то Кришна обращает внимание на Гопу Кумару, новенький. Вернее, не то, что новенький, а он старенький, он уже был здесь, но просто на какое-то время отлучился, и Кришна бежит к нему. Все бегут к Кришне со всех сторон, все смотрят только на Него, думают только о Нем, говорят о Нем, но он бежит к Нему. Он бежит к Нему, встречает Его и говорит, Сарупа – это Его имя в духовном мире. У каждого из нас есть свое имя, которым известно только Кришне. Особое секретное имя. Есть секретные качества, которые только между нами с Кришной открываются. И Кришна бежит к Нему, стримглав, говорит, Сарупа, я так давно тебя ждал, где ты был? Обнимает Его, они обнимаются, и падают без чувств, но Кришна падает первым. Без чувств. И потом, даже когда Сарупа приходит, чувствует, поднимается, Кришна по-прежнему лежит на земле. Без чувств от радости встречи со своим прядом. И все жители в Рижабасе напрягаются очень сильно, потому что они думают, что может быть, вот этот новичок. Это слово стало в последнем время новым русским словом, вошедшим в лексикон международный. Какой-то новый, появился лазутчик, который, значит, лазутчик Камсы, он убил Кришну. Или что-то с ним сделал, что Кришна лежит теперь без чувств. Может, они помнят Путану, который тоже подослали, чтобы убить Кришну. с новичком на груди, с чем-то, с каким-то страшным ядом. И они все обступают с недобрыми выражениями лиц, сарупу, гупу Кумара. Но Баларам знает, в чем дело, и говорит, ты просто его подними, потормоши его, скажи ему на ухо что-то приятное. Кришна, вставай. И он придет в чувство. И так и происходит. Кришна приходит в чувство, обнимает его снова. И в течение всего дня он не отпускает его ни на шаг от себя. Куда бы он ни ходил, он ведь держит сарупу с собой, чтобы больше он никуда не уходил, наверное. Шрилапрапада объясняет, что мы уходим из духовного мира. Для нас проходит мгновение. Мы как бы отворачиваемся и снова поворачиваемся к Кришне. Говорим, Кришна, фу, какой страшный сон мне приснился, что мне снилось, как во сне я, в этом страшном сне я был в разлуке с тобой в течение долгого-долгого времени, миллионов жизней. Я менял формы, как мы во сне меняем формы. Смотрим на руку, это уже не рука, не наша рука, или не видим себя, не узнаем себя в зеркало. Или, как говорится в Шримадбхагаватам, приводится пример сравнения с иллюзией живого существа в материальном мире. Те страдания, которые испытывает живое существо в материальном мире, сравниваются с ужасом, который мы испытываем во сне, когда видим, как наша голова висит отрезанная на стене. Страшное зрелище. Но сразу должны вспомнить, а кто смотрит на эту голову? Если я смотрю на голову, нашу голову отрезанную на стене, то, видимо, она не совсем отрезана. Такой пример приводится в Шримадбхагаватам. Иллюзия умопомешательства живого существа. Точно так же, когда мы отворачиваемся от Кришны и помещаем свое желание радости в материальный мир, во все эти формы, которые здесь, вот такой фантасмагорий предстает перед нами. Фактически это тень. Те формы материального мира, это тень духовного мира. Так же, как если мы поворачиваемся спиной к Солнцу, то тень, которую мы отбрасываем, повторяет очертания нашего тела, движения, формы, повороты, позиции и так далее. Но мы не можем от нее избавиться никаким образом, пока не повернемся обратно к Солнцу. Это единственный способ избавиться от тьмы, от тени. Невозможно ее отрезать, невозможно ее затушевать, зарисовать как-то. Она будет там. Единственный способ с ней расправиться, раз она всегда, это повернуться к Солнцу. Тогда она исчезнет для нас. И точно так же, когда мы поворачиваемся от Кришны, Кришна Бахермуха, Анаде Бахермуха, возникает эта страшная тень. Из этой коллективной тени, сплетаемой из желаний наших. Желаний, которые по-прежнему сохраняются с нами. Эти три категории желаний. Желания близости, желания обретения, желания знания. Их называют три вида желаний. Праптия Беллаж, Анукула Беллаж и Сухрида Беллаж в духовном мире. Но Кришны там нет. Там в духовном мире Кришна Сухрида Беллаж, Кришна Праптия Беллаж, Кришна Анукула Беллаж. Мы хотим действовать для Кришны, хотим думать о Кришне, хотим чувствовать близость с Кришной. Но здесь в материальном мире, когда мы отворачиваемся от него и вычеркиваем Кришну из этого уравнения, из этой формулы, остаются просто Праптии, остаются просто Анукула, остаются просто Сухрид. чего-то иметь ради себя, желание чувствовать близость ради себя. Даже эти близкие отношения между самыми близкими людьми, супругами или детьми, материальными, окрашиваются этим эгоизмом для себя. Все для себя. И вот из этого коллективного для себя создается материальный мир. Различный вид и форм. И все эти формы, 8 миллионов с лишним форм, они просто сменяют друг друга, представляя нам, может быть так ты сможешь быть счастлив, может быть так. И Майя предоставляет нам в этом каталоге материального мира различные виды наслаждений. И цель материального мира в конце концов в том, чтобы понять, нигде, ни в одном из сочетаний материальных наслаждений счастья не может быть, потому что оно не здесь. Мы ищем его, нет там. Так же, как невозможно найти ключ под фонарем, хоть если потеряли его в кустах, так же мы не сможем найти счастье в материальном мире, не здесь мы его потеряли. Замечательный мир, мы ничего против него не имеем. Хороший мир, но он не наш, он не для нас. И поэтому, когда мы смотрим на материальный мир, проходит все это, Прабхупаддак объясняет, миллионы жизней, и потом уже Кришны нет. Мы как бы поворачиваемся, но легко сказать поворачивайся, если ты поглощен содержанием этой фантасмагории страшной. Но когда там в этой фантасмагории появляются освобожденные души, преданные, которые говорят, что ты здесь смотришь, ну-ка смотри в другую сторону. Поворачивайся туда. Это они делают. Они приходят сюда, туда, в сферу или в поле нашего восприятия и заставляют нас повернуться обратно к Кришне. Так действуют преданные. И мы поворачиваемся обратно к Кришне, с этого момента начинается наше освобожденное существование. Собственно говоря, оно уже началось. Так же, как Шилл Папада приводит пример, человек, который подцепил простуду, ну, где-то кашлянул или чихнул на него, он уже заболел. То есть какое-то время пройдет, и эти симптомы проявятся. Не очень хороший пример, но он очень точно иллюстрирует этот латентный период. Так же, как преданный, человек, который где-то подставил свои уши или язык, или глаза, вот какие-то духовные предметы, типа просада, божеств, преданных, звуков святого имени, то он или она уже заразились этой инфекцией. Какое-то время пройдет, чтобы она проявилась. То есть его освобожденное состояние уже началось. Но когда мы возвращаемся обратно, духовный мир, то Папада говорит, мы говорим Кришне. Кришне, такой был страшный сон. Мне снилось, что я был без тебя. И пытался быть счастливым без тебя. Это кошмар. И Кришна говорит, да, пойдем играть. Все, забыли, проехали. И вот Кришна не отпускает Кришну в течение целого дня от себя ни на шаг. Он ходит с ним в обнимку. Он оказывается его не просто другом, но и родственником. Он оказывается брат Шримати Радарани из ее семьи. И когда Господь Кришна возвращается обратно в дом матери Ешоды и Нанда Махаража, они его ждут уже там очень с большим нетерпением. Все уже готово для него. Они хотели было бы сесть пообедать, как дети обычно. Врываются с улицы, хотят есть. Садятся за стол. Что делают, говорят родители строгие? Машь руки мыть. И вот Матя Шур говорит, ну-ка, марш, мыться. Не то, что руки мыть, а мыться целиком. И она поручает это Гопи. Гопи, поскольку Кришна маленький мальчик, ни у кого никаких особенных там мыслей, подозрений на этот счет не возникнет. Что-то там не так, неправильно. Вот они с радостью берутся это служение. Огромный золотой сосуд, в котором Кришна стоит. И они проливают его различными водой, смешанной с различными маслами. Осыпают лепестками цветов. Описывается брехат Бхагаваттан. И очень нежно массируют, как Гопи могут. Нежно-нежно-нежно массируют Кришну. И что делает Кришна, чему я все это рассказываю? Самое, казалось бы, совершенное омовение. СПА. У Кришны гопи омывают его очень бережно. Настолько они же знают, какие нежные стопы у Кришны. Когда Кришна уходит в лес этими босыми стопами, то они переживают, что он наступит на какую-нибудь колючку или на какую-нибудь камешек. Настолько нежно, как описывается в «Нектаре преданности», что стоит просто прикоснуться мизинцем к стопам Кришны, то на этом месте остается отпечаток. Просто от мизинца прикосновение. Меняется цвет кожи Кришны. Говорится, что в Шриле Бхакистанте Сарасваде Такура точно такие же стопы были. Прикосновение легко и оставлялось сразу отпечаток. Было видно, к чему ты прикоснулся. Как у нас там. А жми, не жми, ничего не поменяет в некоторых. И у Шрилы Прабхупада были такие же лотосные стопы. Однажды, Шриле Ранджи Мара же приснился сон. Ему во сне приснилось, никогда он раньше наяву этого не делал, но во сне ему приснился сон, что он в какой-то комнате сидит с Шрилы Прабхупада, и вдруг Прабхупада протянул вперед лотосные стопы свои и дал понять, что он может их помассировать. И он их вдруг стал массировать очень бережно, вот так. И он их массировал, и был счастлив. И вдруг, когда сон кончился, он проснулся. И первое, что он вспомнил, когда он проснулся, он поразился тому двум вещам, что они очень мягкие и очень прохладные. Два качества он заметил, отметил себе этих стоп. Поскольку он никогда не прикасался к ним, первое, что он сделал, проснувшись, он позвонил тому, кто это делал постоянно, Шриле Прабхупада. Он позвонил ему и сказал, Шритакирте Прабхупаду, скажи, пожалуйста, один вопрос. Какие были стопы Шрилы Прабхупады? Какими ты их запомнил? Я Шритакирте Прабхупаду сказал, мягкие и прохладные. Первое, что было. Так вот, гопи, они знают, какие стопы у Кришны, поэтому очень мягко и бережно его массируют, его мывают, чтобы, не дай Бог, не было слишком горячей воды или слишком холодной. Вот это все идеальное масло. Но что делает Кришна? И гопа Кумарда, он стоит рядом. И первое, что сделал Кришна, прежде чем забраться в эту джакуги туда, гопи, они хотели было взять у него флейту из рук, что Кришна с флейтой никогда не расстается. Но Кришна флейту им не дал. Он ничего им не сказал, но понятно, что для них это конкурент. Они все время ее проклинают за то, что она у уст, она все время рядом с Кришной, а не мы. И даже говорят в Тишиме-Бхагаване, что это за палка бамбуковая, родившаяся в болоте, бамбук в болоте растет, родившаяся в болоте, сухая, узловатая, дырявая, не без рода, без племени, к тому же еще мужского рода. Очень странные там у них отношения, говорится, в Янугите. Что там такое у них, дырявая какая-то, сухая, безродная палка. Почему Кришна к ней так привязан? Вообще флейта, считается, она в Шанта-расе находится. Но когда она звучит, то все преданные оживают в своих собственных расах. В Дасе, в Ацале, в Атхурие, в Ацале, в Ацале, в Ацаке, особенно в Атхури-расе особое служение. Так вот, гопи к ней очень ревниво относятся. И поэтому, когда они сказали, Кришна, давай мы подержим флейту пока, Кришна им не дал. Он кинул ей ловко Сарупи, а Сарупа поймал на лету. Говорит, держи, никому не давай. И вот гопи омывают Кришну, рассказывает Санат Магасвами, Брихан Бхагаватамрити. И время от времени, казалось бы, вот тут, те самые дорогие, преданные, которые только этим и живут, как доставить радость Кришне. Баджанея, Парама, Пуруша, Сука, Матраса, Сука, Твам. У них своего счастья нет. Это Шрила Горкишла, Кришнарский вираж Гасвами, читание Шритамичи, говорит, что гопи вообще к своему счастью не стремятся. У них ноль или даже минус эгоизма. Никакого стремления к собственному счастью нет, но при этом они постоянно в блаженстве находятся. Как разрешить этот парадокс? И он говорит, что разрешить парадокс можно только одним способом понять, что они живут не своим счастьем, а счастьем Кришны. Они научаются, то есть учатся, обретают способность его счастьем жить, а не своим. И вот время от времени, к чему я все это веду, такая кульминация, что делает Кришна время от времени, когда, казалось бы, все совершенно, самые дорогие, преданные, самые бережные, самые идеальные условия. Время от времени, как Санат Нагасвами, говорит Кришна, делает так. Как будто его ошпарили. Как будто его поцарапали там тем-то и укололи. И на эти звуки... Гопи сразу впугается. На эти звуки выскакивает мать Ешода, которая тоже все время думает о том, чтобы Кришну, не дай Бог, там не ошпарили. И как только она слышит эти звуки, она выскакивает из дома, занимаясь обедом, отрывается от обеда и говорит, что вы там делаете с Кришной, как вы его умываете, неужели вы не умеете это делать? Устраивает гопи взбучку. Гопи напрягаются, а Кришна, мастер, устраивает драму и улыбается. Ему приятно. Он просто пошутил. Просто чтобы интенсифицировать дух предпредания, чтобы они не думали, что у нас все хорошо. Как это называют на английском? We've got it. Все нормально, мы все сделаем. Ничего, никаких проблем. Мы же гопи. Мы не можем сделать ничего неидеального. И то же самое дальше. Потом разрывается драма, когда Гопа Кумар, в конце концов, вернее Кришна его одевает, когда он садится за обед, приглашает Гопу Кумару за обед, с собой садится, сажает его напротив, по одну сторону сидит Баларама, и забыл, с какой стороны кто из них сидит, справа и слева кто, потом Манда Махараш, Ешода Мата. И он садится напротив Кришны Гопу Кумару, усаживает его, говорит, мой дорогой друг Сарупа, и приносит ладду, помимо всех прочих яст, которые приносит мать Ешода. Гопи тоже готовят что-то дома, как вот сегодня преданные все приготовили что-то дома, принесли сюда с собой. Также они приносят на обед Кришны, каждый с собой приносит. Это самое главное блюдо, то, что приготовила Шримати Радарани. Она все время получила благословение от Дурвасамуни. Готовить для Кришны так, что тот, кто будет есть то, что она будет готовить, никогда не будет болеть, он всегда будет жить очень долго, здоровой жизнью, и то, что она готовит, никогда не повторяется. То есть Акхела Расамрита Синду, не только в Кришне, но и также в том, что готовит Шримати Радарани для него. Бесконечное разнообразие вкусов. Ни одно блюдо не повторяется никогда, за вечность. И когда мать Ешода услышала об этом благословении для Шримати Радарани, сказал, что только Шримати Радарани будет готовить для моего сына. Это то, что нужно, чтобы он всегда был здоровым, и крепким, и счастливым. И вот приносят блюда, ладу, которые приготовила Шримати Радарани для Кришны. Казалось бы, опять же, вспоминают, как Павпады готовил. Его же благословил, его отец, вернее, саду, которые приходили в дом Павпады. Каждый саду, когда он приходил, получал одну просьбу, слышал одну просьбу от отца, Гор Муханде. Пожалуйста, сделайте моего сына, благословите моего сына, чтобы он стал чистым, преданным Шримати Радарани. Единственная просьба, к которой он обращался, ко всем саду без разбора. И Шримати Радарани вскормленный Павпады буквально в смысле слова. Говорит, это было что-то невероятное, то, что он готовил. Однажды Павпада заговорчески сказал одному пряду, вот это то самое ладо, которое Мать Ишуда дает Кришне, когда он уходит в лес спасти коров. То самое. Приятно вспоминать, как они даже чуть ли не дрались за кичри простой, который он готовил Павпаду. Такие вещи. Так вот, когда Шрила Павпады, когда, когда Шримати Радарани приносит это блюдо с ладу для Кришны, то его предлагают, кладут ему это поднос, с ладу поднос, с подноса ладу на его тарелку. И опять же, Кришна берет эту ладу, кладет себе на язык. И опять же, он должен, наверное, сейчас насладиться, должен быть какой-то взрыв феерический, блаженство. Так оно и есть. Но что говорит Кришна? Какая горькость. Какой горький. Кто это приготовил? Как будто он не знает. Опять же, мать Ишода устраивает сразу бучку, что, вот, очередь готовить. Как вы можете готовить такое для Кришны? А Кришна, для чего он делает? Санатана Гасвами объясняет. Он это использует для того, чтобы накормить, как повод для того, чтобы накормить всеми этими ладу своего дорогого преданного. Сарупа. И вываливает ему на тарелку весь этот поднос и говорит, вот, твоя сестра приготовила, ты ешь. Вот так в духовном мире. Ты ешь. Да, из твоей семьи вот сладости ваши семейные, фирменные. Хотя они нектарные. Он начинает есть, он смотрит, нет ничего слаще, ничего потрясающего, более потрясающего то, что я пробовал. Поэтому Кришна иногда в материальном мире, когда у нас какое-то служение валится из рук или что-то идет не так, хотя мы все усилия приложили. Я не говорю о том, что мы не можем совершать ошибок, в отличие от них. Те точно никогда не совершают ошибок. То, что они делают из любви, никогда не является ошибочным. Даже ведура, который кормил Кришну банановыми очистками, то есть кожурой банановой из любви. Кришна ел эту кожуру как самое нектарное на свете блюдо. То есть там любовь никогда, даже если она затмевает глаза, как Прабхупатна говорит в письме на тему утопии, мы сегодня уже на него ссылались, даже если со своей любви они приводят в состояние унмада, то есть безумия, и делают совершенно неадекватные вещи. Гопи, одеваясь навстречу с Кришной, подводят глаза с одной стороны, одевают нижние части, нижние одежды на верхние части тела, верхние на нижние. То есть я не знаю, как это возможно, но как-то им удается это сделать. В таком виде с комарошьим они приходят на встречу с Кришной. А Кришна очень рад. Как удивительного деле сегодня, дорогие гопи. А сам тем, он доит корову, думает он, но он начинает доить быка вместо коровы. Прабхупатна говорит так. Это его слова. Видимо, наблюдая за этими играми своим духовным видением, он описывает их для нас. Вот это духовный мир. Но в чем отличие духовного мира от материального единственное простое отличие, одно на самом деле Прабхупатна говорит единственное отличие, и также это экспресс-тест на то, где мы сами с вами живем. В духовном мире мы живем или в материальном. Нам не нужно заниматься подсчитыванием рук или ног у нас или смотреть, есть ли у нас сварупа. Единственный простой критерий, экспресс-тест на то, где мы живем, в каком мире, в духовном, материальном, заключается в том, есть ли у нас зависть или нет. Так Шила Прабхупатна говорит. Если у нас есть зависть, то мы живем то мы живем в духовном мире, даже если находимся здесь в материальном. Это разница. Потому что невозможно избавиться от зависти в материальном мире. Никакими материальными средствами ее не вытравить из сердца. Она основа для материального существования. В 11-й песне Бхагаватам Господь Кришна говорит, что живое существо сравнивается с золотом. Но так же, как в золоте есть какие-то примеси, эти примеси нужно из золота извлечь. Мало просто его вытащить из руды, но бывают в нем примеси, которые извлекаются с помощью метеорологического процесса. Мы об этом, по-моему, в прошлый раз тоже говорили. Но это очень хорошая аналогия. Золото плавят и потом продувают через него кислород. И все бросовые металлы окисляются и всплывают в виде шлака. И нам нужно собрать и выкинуть эти шлака. Останется золото. А так же Господь Кришна говорит, точно так же, пунага, живое существо восстанавливает свою изначальную чистоту в духовной жизни с помощью процесса преданного служения. Но для этого процесс преданного служения должен быть достаточно интенсивным, чтобы расплавить и очистить. Нельзя просто нагреть кусок золота до комнатной температуры или до температуры чуть выше комнатной. Даже до 100 градусов, даже до 200, даже до 300. Недостаточно. Оно будет все горячее и горячее, но очищение это не ускорит. Должна быть критическая температура. В какой-то момент оно должно плавиться, расплавиться. Тогда его можно очистить. Иначе оно просто будет куском горячего золота, грязного. И Ачарьи в комментариях объясняет, которых приводят наши авторы, комментарии к этим стихам 11-й песни. Хриданда Махараши Гоби Парандана про Магуи, что невозможно очистить золото мылом и щеткой. Нужно расплавить, переплавить, и тогда оно очистится. И точно так же в Бхакти есть особая критическая температура, достигнув которой мы можем рассчитывать на то, что мы сможем стать чистыми. И тогда сможем по-настоящему испытывать счастье от повторения своих имен. Потому что эта чистота означает, мы перестаем быть завистливыми, мы перестаем быть эгоистами и перестаем жить ради себя даже духовной жизнью. Духовная жизнь ради себя не живется. Но если мы думаем, что она живется ради себя, тогда мы будем ограничены в том, что мы будем испытывать от нее. В том счастье, которое будем испытывать, оно будет нашим, и поэтому будет зыбким, призрачным и конечным. Если мы будем жить для Кришны, оно будет бесконечным, постоянным, тонким. Об этом также Господь Кришна говорит в 10-й песне Бхагаватам. Он говорит Юдиштири Махаража, что то счастье, которое мы преданы, получает, когда я даю ему свою особую милость, она безграничная, брахма. Она духовная, сад, как он говорит, сад, по-моему, или что-то в этом роде, чинмая, духовная. Ананта, бесконечная. И сукшма очень тонкая. Настолько, что невозможно другим видеть. Все думают, преданы, несчастные, наверное, но он счастлив. Мы сегодня по дороге вспоминали про одного преданного, замечательного, который ушел в прошлом году. Вену Гупалпру многих вспоминали по дороге. И вот так же Вену Гупала. Я помню очень хорошо, как мы приехали с Макунду Махаражем навстречу с ним. Вернее, меня Макунду Махараж оставил караулить машину на дороге. Меня внутрь не пыталось пройти, не удалось его увидеть лично, воочию. Там был Драдюна Махараж, был Шипрахлад, был Шантипарайна Прабу, Макунду Махараж. И вот Вену Гупалпру будет другие преданные. Я видел видео потом и фотографии. Просил одного преданного снять специально для меня. Это был последний раз, когда я его Дашин получил. И он был сияющим. Вот реально, как золото сияет. Это можно думать, что это какой-то оптический обман, но реально сияет человек. А кто это был? Вену Гупалпру был. Сияющий Вайшнав, который один из первых, один из самых старших преданных в австралийской ядре, много проповедовал здесь, занимался такими пионерскими проектами. Потом он ухаживал за коровами на ферме и пел баджины. Смиренный, счастливый Вайшнав, который всегда счастливым был. Всегда улыбался, ходил в таких резиновых сапогах, в этой своей робе, в комбинезоне, в навозе, в салоне, в шляпе. И всегда сиял. И его сияние увеличилось все больше и больше по мере его ухода, приближения к его уходу из этого материального мира. Так вот, на том видео, которое я увидел за несколько дней до его ухода, он сиял, как солнце. У него были божества, с которыми они вместе путешествовали. Эти божества, вот они прошли через огонь и воду с этой группой, странствующей санкиртной проповеди в Астралии. Там у них в группе была, были, по-моему, Рамай с вами был там у них тоже, как в Брахмачаре тогда и много других вайшнау. И потом с этими божествами он разлучился. На какое-то время их взяли поклоняться им, взяли в, как называется это место? В Кернсе, да, Матаджи, которая в них влюбилась, не хотела с ними разлучаться. И когда Вену Гопал попросил, зная, что его конец уже в этом материальном мире близок, или как-то попросили ее, она не хотела наотрез с ними разлучаться. И божества пришли к ней по с ней и сказали, ну, собственно, а мы хотим, немедленно отправим нас обратно к нашему дорогому преданному Вену Гопалу. И вот они приехали к нему, и когда он увидел их, они ему не сказали, что они захотели так. Ему привезли эти божества, у него вспотекли слезы из глаз. И те, кто смотрели на божества, казалось, что у них тоже слезы текут из глаз. А встреча со своим дорогим преданным. И вот они смотрели друг на друга. Вену Гопал на божество, и божество на Вену Гопал. И какая тут смерть? Какая тут жизнь? Если для преданных Кришна дороже жизни, и разлучиться с Ним страшнее смерти, то что остается в его жизни? Поэтому преданные не думают ни о смерти, ни о жизни. Не думают о Кришне. Кришна включает в себя все. Говорит, я и жизнь, я и смерть, я и путь, я и друг, я и мать, я и отец, и семя, я и цель, я и знание, я и звуком в ведических гимнах, и талант в человеке, и способность в человеке, я луна и солнце. Все я. Но кредный по-настоящему служащий Кришне может понять это. Как я образом Кришну все. И когда вот так вот божество приходит к Нему в самый ответственный момент и пристает перед Ним в точном соответствии со своим обещанием, которое было дано Раману Джачари, он разговаривал от нашего имени с Господом Ранганаткой, по-моему. Это было. И Раману Джачари спросил у него, беспокоясь о нас всех, дорогой Господь, а если преданный не помнит о тебе в момент смерти, то что с ним будет? Мы знаем, что если преданный помнит о Кришне в момент смерти, как Кришна сам говорит в Бхагавангите, тот думает обо мне в момент смерти, тот уходит ко мне. А если он не помнит о тебе, что будет? И Ранна Туламу сказал, ну если он не помнит обо мне, то я помню о нем. Какие проблемы? Кто-то из нас другого вспомнит, один из нас другого вспомнит. Они, конечно, помнят друга постоянно, но если преданный забывает обо мне по какой-то причине, я вспомню о нем. Швилы Прапады спросили, что может ли преданный вспомнить в момент смерти о Духовном Учителе? Прапад говорит, да. Если думаешь о Духовном Учителе, то Кришна будет помнить о тебе. То же самое, что помнить о Кришне. Так вот, этот Вену Гопалпараба, он сел, как солнце. Он был совершенно счастлив. И другой пример этого, такого преданного, их очень много, и с каждым годом все больше и больше таких примеров. И это, кстати, еще один очень важный критерий, важный доказательство, свечество того, что движение, которое основало Швила Прапада, действует. Это духовное движение. Все больше и больше счастливых преданных и счастливо уходящих преданных. Вот таких сияющих, как он. Успехи ухода, успехи ухода преданных в Духовный мир. Потом некоторые из них начинают приходить во снах, говорить, у нас все хорошо, все здорово здесь. На самом деле, даже не могу описать, что здесь. Но это стоит любых усилий, один из таких преданных сказал своим подопечным, придя к ним во сне. Это стоит любых аскез. Просто продолжайте. Прапада все сказал правильно. Не думайте, не сомневайтесь об этом ни на секунду. И вот это доказательство того, что движение Прапада эффективно. Какой смысл строить больницу или ходить в больницу, из которого ни один из пациентов не ушел здоровым? Нужно смотреть не тому, сколько людей ходят туда лечиться, а сколько вылечиваются. И точно так же мы видим, как благодаря движению Швила Прапада, благодаря методам, которые он оставил и наделил особым могуществом, своей милостью, своей способностью выторговать у Кришны ради нас поблажки и скидки, как эти есть Christmas sales, или Black Friday, или что-то там еще. Люди продают за какие-то бросовые цены какие-то дорогие продукты, и все бросаются их покупать. Прапада сказал, вот за 16 кругов 4 принципа, дай им Кришну прямо. И Кришна сказал, ну как бы это немножко. Да, но Прапада попросил, пожалуйста, ради меня, ради тебя хорошо. И поэтому Швила Прапада пишет в читании «Черетану» в 15 главе, в одном из комментариев, что в этом секрет, что секрет не в том, что мы делаем даже в каком-то количественном отношении, даже в качественном отношении, а по-настоящему главный секрет в том, чтобы удовлетворить преданного, попасть ему на глаза, что преданный подумал о нас, как о преданном. И он об этом говорит в комментариях, где Господь читает Анямаха пробудает наставление своим преданным, говорит, идите, проповедуйте всем о Кришне преме, давайте всем, даже чандалам, начиная с чандалов, с неприкасаемых, Кришне преме, любовь, бхакти. И Прапада в комментариях говорит, что преданный, если он считает кого-то такой чисто преданный преданным, то Кришна делает его преданным. Это называется проповедью, по большому счету. Все остальное это уже слова, какие-то уже внешние вещи. Вот это суть. И поэтому даже, когда мы проповедуем с вами, можем думать, ну да, я же не чистый, преданный, что я могу сказать. Но если мы передаем слова, и мы передаем это с верой в того, кто нас благословил так же, под чьи слова, под чью раздачу мы попали в свое время, то у нас так же есть сила передавать. Этот эффект сверхпроводимости будет сохраняться, и слова будут иметь такую же силу по их милости. Так вот, вот в этом заключается критерий того, где же мы живем, в духовном мире или в материальном, отсутствие зависти в сердце. которое является самой главной причиной, единственной причиной материального существования. Избавляемся мы от зависти, не просто пытаясь внушить себе, как же плохо завидовать. В материальном мире, чтобы избавиться от дурной привычки, мы должны напугать себя последствиями этой дурной привычки. То есть, фактически мы избавляемся от чего-то эгоистического, увеличивая контрастность своего эгоизма. Мы даже ради себя. Ради себя ты можешь избавиться от того, что тебе самому или тебе самой потом помешает наслаждаться. Поэтому все эти курсы на самоулучшение, когда людей, и людям говорят, вот будьте в гуне благости, потому что вам самим будет хорошо. Они полезны, да, но они поднимают человека до какого-то определенного уровня, но не могут поднять его выше, они не могут избавить его от эгоизма, и потому не могут избавить его от зависти, что эгоизм и зависть от две стороны одной медали. Но только когда мы предупускаем свою жизнь чистого преданного в виде его слов, его наставлений и его последователей, тогда у нас есть шанс. Так же, как для того, чтобы подняться, например, на вершину здания, нам необходимо пройти по лестнице от начала до конца, по лестнице, ведущей на самый верх. Только те, кто наверху, могут позвать нас, сказать, идите, поднимайте сюда, здесь хорошо, здесь свежий воздух. И точно так же, для того, чтобы подняться на вершину духовного совершенства, мы должны идти на зов тех, кто там находится, на их звук. Галакера према дхана харинама санкиртана. Это то, что принес Шрилапрупада, принес Господь Таня Махапрабху. Это движение сознания Кришны. Так вот, все это сейчас может казаться прозаическим и даже иногда с течением какого-то времени проблема синдром старшего преданного, когда вроде бы уже все привычно, мы повторяем Джаппу, соблюдаем принципы, читаем книги, но эта острота, которой мы наслаждались раньше, чувство новизны уходит. И с того много причин, это отдельная тема, это отдельное обсуждение, почему мы не испытываем счастье от преданного служения. Одно мы уже коснулись сегодня. Заключается в том, что мы стараемся жить ради себя, даже в духовной жизни. Это не чистое преданное служение. Но еще одна причина заключается в том, что мы не делимся этим с другими. Когда мы не не раздаем то, что имеем другим, то мы сами утрачиваем ощущение новизны и важности того, что есть у нас. Когда мы не видим, как это меняет жизнь других людей. Томата Жипарвати по дороге делилась тем, как она на Харинаму выходила с преданными Харинаму ручей. Говорит, мне нужно снимать, а я прыгаю. Как тут поснимаешь, когда прыгать хочется? Когда мы раздаем, когда, как Ниндрадюна Махараш один раз сказал, я помню, слова мне поразили очень своей мудростью. Мудростью, которая, знаете, не интеллектуальная мудрость такая, а вот она с опытом приходит, когда человек живет так, от правильной жизни. И мудрость, его опыт, его прозвучало так, что если вы хотите быть счастливым, повторяйте, Харе Кришна. Если вы хотите быть в блаженстве, раздавайте Святое Имя Господа другим, проповедуйте. Себе прожиточное минимум счастья вы сможете наскрести с помощью индивидуальной духовной практики. Но век Кали практика индивидуальной она в принципе уже не существует. Это местная практика, санкиртана. И Господь Читания Махапраба делает наш успех в этой практике зависимым от того, насколько мы помогаем другим в этом успехе. Об этом говорит также Шрила Джива Госвами Бхакти Сандарби, Он говорит в век Кали невозможно стать Бхагавата Парайной, то есть не сможем достичь этого состояния полной поглощенности вкусами предного служения без Харинама, без, как он говорит, Кришна, Санкиртана, Прачара, Прабавена, Санкиртана, Здарби, Кришна, Киртана, Прачара, Прабавена, Эва. Эва означает только, то есть оно ограничивает или подчеркивает важность И без отлагательную, как сказать правильно, безальтернативность того, что было сказано перед ним. Эва означает только так и никак иначе. И что там Эва? Нама, Киртона, понятно, Нама, имя, Киртона, пение, Нама, Киртена, дальше, Прочара – проповедь. И Прабавена, Эва, означает только благодаря могуществу, проповеди, силы святого имени Господа. Благодаря и могуществу проповеди святого имени Господа человек может полностью поглощен быть вкусом. Потому что именно в этот момент он избавляется от своего эгоизма, даже от духовного. Он не живет духовной жизнью ради себя. Это было предисловие к Баджаму, которое мы хотели сегодня спеть. Я просто вдохновился тем, что снова вас увидел через год разлуки и попытался выразить свои чувства в таких вот словах. И поэтому я очень рад нашей встрече. Важно объяснить, почему я все это говорил. Потому что именно на таких встречах, собственно говоря, духовная жизнь и случается, происходит. А когда мы разбредаемся по нашим углам, по нашим ашим или домам, замечательным, комфортным, и живем своей индивидуальной духовной практикой, вы знаете, что происходит. Я знаю хорошо. Как это все то, что, казалось бы, ты сейчас вдохновлен, живешь, это твое. Все это уходит, потому что это не твое. И твоим никогда не было. Это все происходит благодаря общению санкиртаной, воспеванию своих имен в обществе преданных. И санкиртан не означает только воспевание имен, означает также воспевание качеств Кришны, его имени, его деяний, его преданных. Все это является санкиртаной. И Господь Читания сам регулярно занимался всеми этими видами санкиртана. Воспевал святые имена Кришны с преданными. И Мукунда Магараш вспоминает, как Прабхупада лично учил его петь киртаны. Как будто он перенесся своей медитацией Прабхупада на 500 лет назад в Киртан Господь Читания. Он рассказывал, как эти группы были организованы. И как переменяя громкость, то тихо, то громко. Сначала и поет ведущий тихо, потом громко все подпевает. И так вот колеблется эта тебра, интонация, музыкальный инструмент, то громко, то тихо. И он очень подробно описывает свои книги «Чудо на второе веню». Это Господь Читания участвовал в этих киртанах. И также он описывал качества Кришны с преданными. Слушал, как их описывают снова и снова. Не просто из десятой песни с Шимадбхагаватом, но даже описание взаимоотношений Кришны с преданными в таких лилах, как Друва лила или Прохлада лила. Господь Читания слушал об этих лилах, о том, как Господь приходил к своим преданным и спасал их, или благословлял их, пусть даже нечистых, пусть даже родившихся в семьях демонов, как Прохлада Мухараси. Хария Кришна. Он слушал тысячи и тысячи раз из уст Гададхара Пандита. Даже об этом. Кто-то может сказать, ну, только десятая песня, только раз лила нет. Все, что связано с Кришной, до таких преданных, как Господь Читания, ну, вместо таких дочистых преданных является одинаково блаженным. Но также Господь Читания Махапрабу прославлял своих преданных. Для него это было самой главной формой Кирты. Ну, может быть, не самой главной, не могу сказать так, но очень важной. Он постоянно прославлял их, как будто, как говорится, у него было пять уст. А когда он прославлял Васудеву дату, у него как будто тысяча уст выросло. Он говорил о нем с таким красновечием, с такой любовью, что все загласились, скатились у него из глаз. И хотя его преданных называют, мы сегодня будем петь, я надеюсь, еще. Называют их иногда тот, для кого Госпочитание был жизнью и душой, тот, для кого Госпочитание был целью жизни и так далее, самым главным. Тот, кого Госпочитание сводил с ума, Гададхара Мадена. Но в Читании Чиритамати говорится, что Господь Читания сам сходил с ума по своим преданным. Он говорит, для меня, Мурари Гупта, это жизнь и душа. Он для меня прананадх. Он говорит, я отдал всю свою жизнь целиком в руки моим преданным. Они как кукловоды, а я как кукла в их руках. Как они меня будут заставлять плясать, так я и буду действовать, так я и буду плясать. Целиком подвластны их воле. Вот таковы вбудительные взаимоотношения между преданными и Кришной. Это тот самый мир, к которому мы должны вернуться и захотеть вернуться туда с правильными мотивами. Не просто, чтобы уйти отсюда куда-нибудь. Что там, никакого другого нет варианта, да? Ну, придется туда, значит, раз никакого другого варианта нет. Не так. Но захотеть туда вернуться в эти отношения и занять там очень смиренную роль, как Гопа Кумар. Придел, он очень смиренно стоял там где-то в уголочке. Не чувствуя себя в праве находиться с такими великими душами, которые от любви к Кришне плачут. Но когда Господь Кришна появляется, то видя такую неприметную личность и замечая сразу, неприметностью своей заметной называется. Есть такое высказывание, выражение на английском, conspicuous by its absence, да? Бросается в глаза своим отсутствием. А в духовном мире conspicuous by his or her humility. То есть своим смирением, своей незаметностью заметной. И он сразу замечает. Харидас Токур, он уходил далеко, далеко, чтобы Господь, не дай Бог, его не заметил и не прикоснулся к нему неприкасаемым, как он думал. Он уходил далеко и там находил ложбинку, в ложбинку залезал и там планился, в ложбинке. И Господь читает, где Харидас? Сразу замечал. Шел в эту ложбинку, доставал его оттуда, прикасался, обнимал его крепко. Санатный Госвами, когда он заболел этой экземой, и из его тела сочилась какая-то лимфа, что-то еще, сукровица, то Господь читает Ани приходил к нему, он гнался за ним, он насильно прижимал его к своему телу. Все эти выделения переходили на тело Господа читает Ани. Санатный Госвами в ужасе думал, что страшное, как я могу это вынести? Представьте себе, что-то такого рода произошло. Но Господь читает Ани обнимал, говорит, это вообще нектар. Я саняси, я не обращаю ни, я саняси, я должен научиться не проводить различия между хорошим, плохим, приятным, неприятным, благуханным, зловонным. Я саняси. Я вообще не обращаю внимания на какие условности мира, и обнимал его. Но Санатный Госвами понял, нет, нет, Господь, ты же других не обнимаешь. Почему только меня? Ты обнимаешь меня, потому что ты очень милостивый к самым падшим. Поскольку я самый падший, а ты самый милостивый к самым падшим, поэтому ты меня обнимаешь. Это доказательство того, что ты самый великий, самый милостивый, а я самый падший. И тут уж на это, знаете, как шахматная партия. Первый ход, господь читает Ани, я саняси, не проводи никаких различий. Хорошо, плохо. Вот это даже проводить различия между хорошим и плохим для саняси плохо. И второй шаг делает Санатный Госвами. Он говорит, нет, нет, не так. На самом деле ты милостив к самым падшим, а я самый падший, поэтому ты меня обнимаешь, а не других. Другие не падшие, я падший, и ты меня обнимаешь. Никого другого ведь не обнимаешь. И Господь читает Ани понял, что это пад для него, падовая ситуация. И он говорит, Санатана и Харидас, я вам скажу, как на самом деле. Вы просто, вы для меня как дети. И как мать, здесь есть матери, которые воспитывали детей, или до сих пор воспитывают маленьких детей. И знаете, когда дети грудные совсем, из них там иногда что-то льется на тело матери. И Господь читает Ани сказал, что вот как мать держит на руках ребенка, из него испражнения, что-то там, и так далее. Когда она попадает на ее тело, она не брезгует этим, она не говорит, ой, какой гадостью, вы видите от меня этого ребенка. Нет, для нее это, он говорит, для нее как сандаловая паста. У ребенка хороший аппетит. Видите? Доказательства. Для нее это нектар. И так же для меня, говорит, вы как маленькие дети, поэтому я очень-очень люблю вас. Его обняла Санатану Гасмами снова. И все его сразу короста, все эти, и азвы прошли, и он стал снова. В том виде, в котором он был до этого. Вот такие отношения между Господом Читани и его преданными. И Басудева Датта, еще один преданный, который Господь Читания провожал своих преданных обратно в те места, откуда они пришли. Они приходили из разных мест, кто-то из Кулинограммы, кто-то из Новодипы, кто-то из других мест, из Шантипура. Приходили на встречи каждый год в Новодипу. И Господь Читания проводил с ними время, все эти четыре месяца, седона дождей, Радхаятра устраивалась там в то время. Потом они праздновали Джанмаштами. И Господь Читания эти лилы проводил. Тот из преданных лежался, как Нанда Махарашфета, как Ешода Мата. И там все эти лилы проходили. Адвай Тачаря потом бросает вызов Господу Читанию, говоря, «Господь, я же знаю, что ты никакой не Саньяси и не Браман, ты мальчик-пастушок. Я знаю об этом, но я хочу, чтобы ты всем это доказал. Мальчики-пастушки, они могут очень легко орудовать палками для того, чтобы пасти коров. Они могут их вращать по-разному, знаете, как в Шаолине. Оттуда все берется. Из Кришна лила все эти шаолинские замарки. Покажи, как ты можешь, чтобы доказать нам всем, что ты настоящий пастух, покажи, как ты можешь вращать эту палку». И Господь Читания берет палку, начинает вращать ее над головой, по сторонам, за спиной. Подбрасывает ее, ловит, между ногами вращает очень ловко. И все говорят, «Вау, да, настоящий пастух». И там все эти игры проходят с Господом Читания, Виджай Дашами проходят там. И затем Господь Читания наступает в момент прощания со всеми этими преданными. И Он каждому из них говорит что-то особенное. Каждому из них говорит Адвайт Ачарь и с огромным уважением преклоняется перед ним, склоняется Адвайт Ачарь регулярно проводит пуджу Господу Читания, когда они вместе в пури. И Господь Читания не может перечить старшему. Он очень смиренно принимает все то, что ему говорит. Ему предлагается Адвайт Ачарь, там Туласи предлагается, лампады, благовония. И что делает Господь Читания? Потом Он забирает Адвайт Ачарь после проведения пуджи, оставшейся в парафернале, и предлагает ему их же, со смешным выражением лица, цокая языком и говоря, «Йо си, со си, на мосту ты, кто бы ты ни был, ты есть, я тебе тоже поклоняюсь». Вот так Он все это в шутку обращает сразу. Вот так, со старшими. И Он говорит Адвайт Ачарь, я хочу, чтобы Тебя раздал всем, пожалуйста, с огромным уважением, раздай всем Кришна Бхакти. Нитинанди Прабу, Он говорит, ты тоже отправляйся в разные места со своим преданным, я дам тебе в помощь преданных, с ними тоже распространиться в Твоем и Господи повсюду, через Киртон, и я буду везде с тобой ходить повсюду, и я буду время от времени проверять, когда там все это проповедуешь. Также Он говорит другим своим преданным, ты тоже, пожалуйста, иди. Шивасад Хакур говорит, ты, мой дорогой преданный, я все время буду в Твоем доме проявляться, ты будешь меня видеть, другие не будут. Пожалуйста, скажи матери Шаси, говорит о Шивасад Хакур, возвращаясь на Вадвипу, что я в безумстве принял Саньясу, я не должен был принять Саньясу, но я в каком-то умопомрачении принял ее и совершил огромное оскорбление в адрес матери, на самом деле целиком принадлежу ей, я не должен был уходить от нее, но я так иначе это уже сделал. Это особенная история, когда Господь Итания принял Саньясу, и он пришел обратно на Вадвипу, первый раз, и последний, вернее, последний, первый раз, когда мать Шачи видела его лично, и он припал к ней, к ее стопам, она стала обнимать его, поливать его слезами, и он сказал, мать, мама, я в безумии принял Саньясу, тело принадлежит тебе, а ты создала его, как должны думать сыновья. Ты создала это тело, оно тебе принадлежит, но я в своем безумии решил, что я должен принять Саньясу. Теперь уже ничего не повернуть спять, уже ничего не исправить. Но что бы ты ни сказала сейчас, я поселюсь там, где ты скажешь. И мать Шачи смогла сказать ему, а поселись-ка в Новадвипе здесь, вот прямо рядом в соседнем доме. И он бы так и сделал. Он же пообещал. Но как интересно работает любовь, как она действует, материнская любовь, она подумала, если я скажу ему, то, что она больше всего хотела сказать ему, чтобы он поселился прямо там, в Новадвипе, рядом с ней, чтобы она могла кормить его каждый день, смогла заботиться о нем. Если я поселюсь, я попрошу его поселиться здесь, он поселится, но тогда люди будут критиковать его. Говорит, что за Саняси такой маменькин сынок, поселился по соседству, мама его кормит. И это для меня будет огромной болью, если я буду видеть, как его у моего сына будут хулить. Поэтому нет, я не могу. Она переступила через свои чувства ради того, чтобы, ради него. И сказала, поселись в Пури, чтобы я могла получать от тебя вести от преданных, через преданных, время от времени. И вот он сказал ей, упустился в Пури, сказал, Шивасу Такуру, вернись обратно и скажи моей маме, что я все время прихожу. Каждый раз, когда она предлагает мне пищу на алтаре, я предохожу и ем лично все. И в доказательство скажи ей, что в Биджай Даши она предлагала мне вот такие-то, такие-то, такие-то блюда. Он перечислил все блюда. И скажи, что она сидела перед алтарем с этим блюдом на коленях и плакала, думая о том, что это есть и самое любимое блюдо, которое я любил есть, когда был мальчиком, а теперь его нет, меня нет. И она вот сидит перед алтарем, пустым алтарем, предлагает, что все шилограмма шили Господу Кришне. Но меня нет, поэтому она несчастливая, сидит и не знает, что делать, и проливает слезы. И когда она открыла глаза, она должна вспомнить, что поднос был пустой. Потому что я пришел и съел все то, что она приготовила. Она подумала, что может какое-то животное пришло и съело, но нет, здесь никого не было. Может, я забыла положить, она пошла обратно на кухню, видела, что нет, городушки стоят, там было, то есть эти все блюда были, но было вычеркнуто оттуда вот на поднос. Что-то странное произошло, она была в замешательстве. Мне Господь Титания сказал, иди скажи ей, что я сам лично пришел и принял все то, что она мне приготовила. И каждый раз, когда она будет предлагать, я буду приходить и есть. Так что пусть она не чувствует, что она разлучена со мной. И Васуде Вадатта. Васуде Вадатта обратился к нему с просьбой, Господь, пожалуйста, перед разлукой Господом Титании, сказал, пожалуйста, я не могу видеть, как эти жители материального мира страдают в разлуке с Кришной в материальном мире. Пожалуйста, я понимаю, что законы кармы неумолимы, они заслужили это положение, но кто-то должен за это страдать, кто-то должен пострадать. Но, пожалуйста, перенеси все эти кармические последствия, связывающие их в материальном мире, на меня. Пусть они все уйдут в Духовный мир. Такова была просьба Васуде Вадатты. Комментарии Шилпропада цитирует Баксинамдас в Расфате, который говорит, что это желание Васуде Вадатты, оно даже выше жертвы Иисуса Христа. Хотя сложно сопоставлять эти совершенно духовные личности друг с другом, но он так говорит. Потому что Иисус Христос пообещал избавление от грехов только своим последователям, а Васуде Вадатты запросил обо всех живых существах. Иисус Христос просил, чтобы они остались в материальном мире и не страдали, а Васуде Вадатты хотел, чтобы они все вернулись в Духовный мир сразу. Полное очищение ото всех материальных желаний, ото всех материальных последствий. И когда Господь Читания услышал эту просьбу Мукунда Вадатты, вернее, Васуде Вадатты, он заплакал. И он сказал, Васуде Вадатты, как-то сердце мое разрывается от твоего смирения. Конечно, Кришна, все то, что ты хочешь, выполни сразу. Просто стоит преданному попросить. Тебе даже нужно страдать за это. И он произносит стих из Брама Самхиты. Еще один был вопрос, который задали. Можно что-нибудь из Брама Самхиты рассказать? Господь Читания Махапара произносит стих из Брама Самхиты. Он говорит, Он говорит, Господь Брама говорит, что все живые существа в материальном мире связаны кармой от индра-гопы до индры, от крошечного насекомого, которого даже невозможно разглядеть невооруженным взглядом, до индры, повелителя небес. Все они действуют под руководством кармы, связанной кармой по рукам и ногам. Но но Господь Кришна сжигает карма своих преданных. Стоит ему или ей начать повторять святые имена, карма уничтожается. И в первую очередь уничтожается та карма, которая должна еще прийти, которая ждет своего часа где-то в пучинах подсознания, в нашем кармическом счету. И она, ее сравнивают, Рупага с вами, со змеями, которые актуальны для Австралии налоги. Змеи, которые ползают под сухой листвой, шуршат там эти коричневые змеи, браун снэйкс. Страшные змеи, хрушат под сухой листвой. Но если в лесу начинается пожар, тоже актуальная аналогия для Австралии, то змеи погибают первыми. Они не могут спастись. Потому что огонь со всех сторон, они не могут летать, не могут бегать. И листва сгорает первой. Также и те непроявленные еще кармические последствия преданных сгорают первыми. У них уже нет, все их стерто, их история, их этот вот как это называется, досье стерто, обнулено. Остается лишь какой-то временный образ или что-то похожее на карму, благодаря которой преданные по-прежнему еще как-то живут в материальном мире. Но потом сгорает даже и это в конце. И поэтому Господь Танец сказал, вот Господь Кришна сам лично зажигает всю карму в своих преданных кармане. И в комментарии Шрила Бхаксиданта Сарасвати Такур говорит, что Господь Кришна избавляет преданных от двух вещей, от невежества и от плохих желаний, дурных желаний. Эти две препятствия или два симптома материального существа, невежества и дурные желания или вожделения, невежество и вожделение, так их называют, они сгорают благодаря, Шрила Бхаксиданта Сарасвати Такур говорит, горнилу испытаний. Испытаний. Знаете, что такое горнила, да? Горнила это была такая, это печь, металлургическая печь, металлургическая печь, которая загружает это вот самое золото, золотую руду, продувают там ее, прожигают и потом остается золотой слиток чистый, называется горнила. Благодаря горнилу испытаний. Вот это то самое горнило, о котором говорили мы сегодня, которое необходимо, чтобы солото не нагреть, а расплавить и очистить. И однажды Прабхупада сказал об этом, сказал, что Пришна будет испытывать преданных, чтобы очистить их. Преданные напряглись немножко. До этого Прабхупада бил там нектар, радость, счастье, просад, Харе Кришна, Харе Бог, а тут горнила, тут испытания. Один преданный робко спросил у Прабхупада, Прабхупада, а как часто, будут трудности эти проходить, переходить. Прабхупада посмотрел на нее и сказал, нет, один раз. Потом привыкнешь, типа. Один раз Прабхупада. Главное, один раз пережить. Главное, один раз пережить. Настоящее испытание. Так или иначе, благодаря общению с преданными и радости, которые они дают нам своим обществом, мы можем научиться правильно относиться к самым трудным переживаниям, этого мира. И для этого необходимо встречаться. Для того, чтобы узнать, что написано в книгах, нужно их читать. Чтобы понять, каков просад на вкус, нужно его есть. И чтобы научиться жить радостью в преданном служении, нужно встречаться с преданными. Вот так примерно. Так тут его, это счастье ищут. Говорили сегодня, что мы ищем счастье не в том месте. Но там, где живут преданные, там нет материального мира, там мир духовный. И это счастье, которое нас ждет в духовном мире вместе с Кришной. Кришна с этим счастьем. Мы сегодня сказали о том, как он нас ждет. Ждет нас, и мы можем начать испытывать его уже здесь. Потому что Кришна экспортирует себя из духовного мира, материально, и в обществе преданных, и в виде Харинама, Санкирта, Нашима, Бхагаватам, и, конечно же, Кришна Прасада. Так вот, это небольшое предисловие было к сегодняшнему Бхаджану. И Бхаджан, мы специально выбрали его именно таким, чтобы он, этот Бхаджан рассказал о различных преданных Госпоза считаниях. Мы его очень коротко воспоем. Вот это же 10 минут еще можно? 15. Это Бхаджан, который называется «Имена Госпоза читания» Махапрабху из «Кальяна Калпатару» с «Бхаджанатакуран». Это «Имена Госпоза читания» и раздел, который называется, в котором содержится этот Бхаджан, называется «Учваса киртана», что означает «Киртан в экстазии» или «Киртан в огромном воудушевлении», в таком восторге «Учваса» означает, когда уже эмоции не сдерживаются. Вот это эмоции, которые Бхаджанатакур вкладывает в этот Бхаджан. Шилапрабхада однажды сказал Матажиримуне, что эти Бхаджаны «Бхаджанатакуран», «Народ там удаст, так урлаочен удаст» и других великих душ, они подобны удару молнии. Их можно не понимать, что там поется, хотя мы прочитаем перевод, но когда молния бьет в землю, то сразу все озаряется, озаряется светом. Это очень так же, когда звучат звуки этих Бхаджанов, написанных великими душами, то их духовная сила проявляется через эти звуки и озаряет также наше сознание. Так Пропад объяснил, по крайней мере. Вот поэтому вот этот Бхаджан. Первая строчка, которая звучит как «Кали-ку-кур-кадан-джадди-чао-хе», мы ее не поем, ну, по крайней мере, в этом варианте. Поем припев «Кали-ку-ка-па-ва-на-кали-бой-на-ши-на-ши-ши-чинан-да-на-гао-хе». Это припев. «Кали-ку-кур-кадан-джадди-ч tick» «Кали-кур-кадан-джадди-чzy-чинан-да-на-гао-хе-тва» «Ну, у меня есть это состояние, так мы thanиваем мы-ма агитация-чинан-да-ра-на-си-чинан-ди-чинан-да».